Спешу поделиться радостной новостью, что мы уже закончили с нашей стороны floor plans – это чертежи внутренней планировки здания и side plan. Side plan – это парковка или общий вид нашего участка. Кто-то из вас, возможно, скажет, что радостная новость, но еще рано радоваться. Но я хочу, друзья, праздновать даже маленькие победы. Вы знаете, так легче жить, даже маленькие победы праздновать. А не праздника у нас и так хватает, поэтому давайте будем фокусироваться на хорошем и будем радоваться любому прогрессу. Поэтому вначале хотел бы вам представить side plan или наш общий вид парковки. Хочу сказать, что мы, друзья, провели колоссальную подготовительную работу. Это, конечно же, благодаря хорошей команде в церкви, которая есть, строительный комитет, который невидимо для вас, возможно, регулярно встречался. Какую работу провели подготовительную? Это, например, мы объездили в городе, ну, где-то более семи, наверное, зданий, только в нашем городе. Смотрели большие здания, большие церкви. И у нас был один вопрос. Скажите нам, пожалуйста, что вы сделали, что обязательно вы советуете нам сделать. И, пожалуйста, признайтесь, что вы сделали, о чем вы нас умоляете. Скажите, ни в коем случае вот так вот не делайте. И они нам честно отвечали на эти два вопроса. Поэтому, увидя здание физически, конечно, это нам дало много, расширило наш круговозор, дало нам много опыта. Потом еще, что мы сделали в плане подготовки, мы собрали очень много существующих планов, проектов из разных славянских, американских церквей. Также мы ездили, встречались с билдерами, то есть со строителями, профессионалами, которые имеют опыт. Ездили даже в другие штаты. Встречались в других штатах с разными, вот, например, вот подобные некоторые встречи, мне сзади нельзя будет, да, видеть на экране, которые мы имели. Это опытные люди, которые уже построили там около 50 разных церквей. И мы с ними советовались. И, конечно же, друзья, эти все советы нам давали много опыта. И хоть мы и потратили, так скажем, полгода, я верю, что это было не зря потраченное время. Я верю, что все это нам помогало, друзья. Эти все встречи нам давали опыт. Мы переделывали эти планы, наверное, раз в семь, если не больше. И, кстати, я так посчитал, примерно семь. А помните, есть пословица, да? Семь раз там отмерь и отрежь. Так мы, друзья, я верю, что очень много вот этой подготовительной работы. Я хотел, чтобы вы просто о ней знали, сколько мы всего меняли, благодаря тому, что мы набирались опыта, спрашивали. И теперь, надеюсь, что мы уже готовы. И идем, представляю вашему вниманию сайт-план или общий план нашего участка. И здесь вы видите, сейчас его, наверное, сейчас увеличат. И вы видите общий план нашего участка. Здесь парковка. Здесь расположено здание. И если вы видите, здесь получается, с одной стороны проходит Гервин Роуд. Это вот здесь вот, видите, обведена эта дорога. Две полосы в обе стороны идут. Как раз эту дорогу расширили прямо перед тем, как мы купили этот участок, что для нас очень хорошо. А с другой стороны здания, внизу вы там видите озеро. И это озеро, это то, что мы должны делать по нашему коду. Ну и дальше, друзья, я сейчас так стану чуть боком, чтобы мне тоже видеть. Дальше, друзья, почему именно мы так расположили этот участок или вот это... Так, чтобы мне свет был, мне нужен свет сверху. Если можно, мне, пожалуйста, включите свет. Да, спасибо. Расположение здания, оно именно в таком формате, потому что именно в таком расположении здания, которое сейчас, вы видите, обведено красным светом, мы смогли выжать максимальную площадь именно с нашего участка. И когда мы планировали расположение всей территории, включая парковку, то именно этот план, он дал нам максимальную площадь, которую мы смогли выжать именно с нашего участка. Мы эту парковку переделывали, добавляли, резали клумбы, расширяли дорогу, много деталей вникали, вот все вот эти заезды, там, выезды, то, что вы никогда об этом не узнаете. Но этот инженер наш сказал, у него опыт, у него в городе есть там связи, около 30 лет он уже является инженером. Он говорит, у меня еще не было такого клиента. Говорит, I didn't have a client who was so detailed. Настолько детально там все футы вымеряли, чтобы никакой фут лишний просто так не пропал. То когда мы ему там вопросы задавали, то он говорит, да, ребята, я знаю, вы детальные. И в итоге у нас получилось по кодам 433 парковки и компакт парковки, хэндикэп парковки, автобусная парковка. Но по территории, я думаю, 450, наверное, машин сможет, я думаю, легко поместиться. Парковка при этом имеет два заезда или два выезда. Вначале был один, мы попросили их, чтобы имело два, видите, один вверху, один внизу. И мы специально расширили главные дороги для того, чтобы минимизировать оксиденты, чтобы минимизировать трафик. И вот эти главные дороги, вот эта дорога перед зданием, которая проходит по кодам, нужно бы, например, 22 фита. Мы, например, сделали 26 фит, перед главным ходом сделали 30 фит. То есть вот эти такие маленькие-маленькие детали старались как бы продумывать, чтобы это было удобно для нас. Дальше. Для выезда с целью разгрузить трафик мы сделали две полосы, а всего три полосы для выезда. Учитывая то, что нам нужно будет, чтобы нам 450 машин, например, выехала быстро одновременно из парковки, то, видите, сделали две полосы для выезда, чтобы был минимальный трафик и еще одна полоса, которая будет с другой стороны тоже заезжать. Также здесь будут дорожки вокруг парковки и вокруг всего здания. Пешеходные дорожки имеется в виду. Также к главному парадному входу идет центральная аллея, которая идет от Гервин Роуд и идет до центрального входа. И вдоль этой аллеи планируются красивые высокие пальмы с обеих сторон, надеюсь, с подсветкой. И также перед главным входом будет зеленая клумба, красивая. Там специально запланированы лавочки, место для ожидания, для общения. Там также будут деревья. Это, я думаю, украсит наш центральный вход. Дальше, с левой стороны здания, это там, где у нас расположена сцена, там будет парковка, и это также дает подъезд к сцене. С правой стороны здания, с другой стороны, будет зеленая зона. Эта зеленая зона умышленно оставлена. Мы ее не застроили парковкой с целью, чтобы там была газиба, чтобы там были павильон, лавочки. Там также останется большое дерево. И рядом с этой зеленой зоной будет важная территория, конечно же, детская площадка со входом в крыло воскресной школы здания. И таким образом у нас будет и забетонировано, но, надеюсь, останется еще и зелень, которая будет всех нас радовать. Сзади здание озера, которое мы уже с вами упомянули. Озеро мимо, между озером и зданием будет небольшое расстояние, и будет трава вокруг всего озера. Все озеро будет обнесено забором специально, чтобы сделать безопасно для наших маленьких детей. И там также будут стоять лавочки вдоль этого озера. И, надеюсь, что это будет тихая территория для общения или молитвы. Дальше мы с вами вот на этом прощаемся с этим общим планом здания, участка и парковки. И переходим уже внутрь здания. На следующем слайде вы сейчас увидите общий проект или внутреннюю планировку. Общая площадь здания составляет почти 60 тысяч square feet. А точно 59.448. Проект. Почему здание именно прямоугольной формы? Для этого есть несколько факторов. Именно такая форма здания хорошо помещается на нашем участке. Дальше. Именно эта прямоугольная форма здания дает максимальную эффективность использования участка, дает максимальную эффективность по square feet размещения, именно внутренняя планировка всех залов и помещений. Плюс именно такая форма здания – это самый дешевый и экономный вариант в плане строительства. И мы это говорим на основании того, что мы перепробовали разные конфигурации. Круглые, полукруглые, овальные и так далее. И пришли именно к этому заключению благодаря опыту, советов и нашему изучению. Дальше. Планировка и расположение самого здания. Старались проработать много деталей. И я уже сказал, советовали со специалистами. Сделано все так, что все большие помещения, залы, классы, весь трафик – все выходит в большой фойе или большой зал, что помогает минимизировать трафик в узких коридорах, в маленьких каких-то помещениях и так далее. Дальше. Идем в центральный вход. Значит, когда мы заходим в центральный вход, то здесь сразу с левой стороны вы… Подождите, я еще не сказал «за фойе» или сказал «за фойе». Нет, не сказал. Значит, «за фойе». Когда мы заходим в зал, то вот это вот сейчас обведено очень просторное, с высоким потолком. Это лаби или фойе. Для того, что мы подразумеваем, что здесь будет много народа перемещаться, и оно достаточно, надеемся, получится уютным и просторным. В конце этого коридора, внизу, с левой стороны, будет медпункт. Сейчас его там обведут. Он расположен специально, он будет доступен для всей массы народа, которая будет перемещаться по коридорам, и также он находится близко возле детской зоны. Дальше. Заходим в здание с центрального входа снова, и как только заходим в здание, сразу же с левой стороны находится ресепшн-деск. Ресепшн-деск – это у нас… Нет, ресепшн-деск, не инфо. Ресепшн-деск – это у нас место, где вас встречают, и вам отвечают на ваши вопросы, и вас распределяют, куда вам дальше нужно направляться. И потом весь административный блок, он находится именно в этом крыле, который сейчас обведут и покажут. Здесь находятся все офисные здания. Вдоль коридора идут офисы с двух, с обеих сторон. Там также есть конференц-рум для встреч, также есть туалеты для администрации, принтинг, комната и многие другие необходимые помещения. Дальше перемещаемся назад в главное фойе, и здесь в главном фойе размещены два главных туалета. с выходом в фойе, и они расположены возле входа в большой зал, мужской и женский. Дальше посредине между этими туалетами будет ашерская или ашерская комната. Там также будет security комната, где будут стоять экраны, камеры и так далее. И также будет возле него storage или склад для разных необходимых вещей и инвентаря. С другой стороны, с другой стороны за ашерской комнатой будет комната для кормящих мам. Мамы с младенцами будут иметь свой уютный уголок и свой отдельный туалет, где они смогут менять ребенка и при этом смотреть трансляцию служений. Хотел бы еще сказать, что все эти помещения, комната мамы, ашерская комната и главные туалеты, все эта территория находится под балконом. То есть это как бы первый этаж, а наверху над этой территорией будет не балкон, а это называется stadium seating. Это будет как трибуна, которая идет вверх. И сейчас мы вам покажем предварительно вот этот дизайн. Это сделано с той целью, чтобы балкон не разделял зал. То есть зал получается соединенный и легкий доступ и сверху, и снизу. Это нас сближает, соединяет, а под низом, под ним, как вы уже поняли, будут разные территории, классы, туалеты и другие помещения. Теперь идем с вами дальше. Переходим в центральный зал. Центральный зал вмещает приблизительно от 1200 до 1300 людей. Почему приблизительно? Потому что комфортно в зал вместит примерно 1200 человек. Но если мы расширим ряды, если мы уберем вот эти передние ряды, которые мы можем заставлять для особых мероприятий, то мы можем заставить стулья по кодам до 1360 человек приблизительно. Поэтому есть разная конфигурация. Все, что находится на полу, вот эта часть стульев, которая находится на первом, таком, скажем, плоском полу, это все можно передвигать. Стулья можно убирать, можно столы ставить, круглые столы добавлять. И таким образом этот зал встает уже мульти, для разных целей может использоваться. Все, что находится на трибунах, на балконе, то эти стулья уже не двигаются. Дальше обратите внимание на форму зала, именно главного зала. Она умышленно именно так, спроектирована именно такой формы с целью хорошей акустики. И мы пришли именно к этому заключению с помощью звука инженеров, с которыми мы встречались, общались благодаря билдерам, которые уже построили много других церквей. Здесь нету параллельных стен. Это сделано тоже умышленно. Плюс данная форма именно здания дает высокую вместимость в данной площади. Что имеется в виду конкретно? Это эффективность каждого скверфута. Сколько мы можем вместить туда сидений и человек. И это мы говорим на основании того, что мы перепробовали разные вариации и формы зала. И только тогда, когда мы перепробовали разные формы, круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, самая эффективная площадь получилась именно в этой конфигурации. Дальше. Таким образом, где бы вы ни сидели в зале, у вас будет хорошая видимость сцены и экрана сверху и внизу. Плюс, друзья, это помогает нам использовать мертвые территории. Территории. Что я имею в виду? Если бы зал был прямоугольный, то тогда есть зоны, в которых люди бы сидели и они не смогли бы видеть сцену, не смогли бы видеть зал. Это вот эти вот зоны. И с той стороны точно такая же зона. Если бы там люди, там люди бы не могли сидеть. Потому что слишком близко и экран нужно было бы смотреть очень косо. Но в данном случае мы эти территории все используем по максимуму, потому что там никто и сидеть не сидел бы, и мы их используем под другие помещения. Это тоже важная деталь. За сценой у нас будет грин-рум. Грин-рум это специальная комната, которая предназначена для певцов, для музыкантов, для хористов, для студентов, для ведущих, для проповедников, которая позволяет людям там подготовиться, решать какие-то вопросы и потом выходить, переодеться, если надо, и потом выходить на сцену. Возле этой грин-рум там находятся технические комнаты, там, где будет расположена электрика, механика, сервера, компьютера и много-много других помещений. Также там будет комната для спикера, специальная комната, где сможет человек уединиться, помолиться, подготовиться, если нужно, помолиться перед выходом. И это тоже часто этой территории не хватает. И через коридор, который проходит, через административный блок, можно попасть на сцену и уйти со сцены, не проходя через главный зал и не отвлекая других людей. Вот что сейчас вам это показывают на экране. Дальше. Сзади сцены у нас будет проход, сзади главной сцены и будет сторич, или там будут храниться разные вещи. И сзади сцены у нас специально есть ворота. Мы эту идею тоже увидели в очень важной и практической. Эти ворота будут достаточно широкие и они будут позволять через эти ворота можно будет заехать даже в форклифту, сизерлифту и можно будет все тяжелое оборудование завозить на сцену, не таскать через весь большой зал и помещение, а прямо сразу разгрузить и завести на сцену. Мелочи, но очень практичные и очень необходимые. Также задняя часть сцены не имеет стены. Это специально так спроектировано, это будет просто толстая штора, которая позволяет нам менять и расширять сцену, добавлять, увеличивать, если нам нужно поместить оркестр или большой хор, или спектакль, или же уменьшать сцену. И это также дает удобный доступ с улицы для инвентаря, если необходимо что-то завести. В левом углу, в нижнем углу экрана вы видите гостиничный номер, который находится в углу здания специально с отдельным выходом. Чтобы нашим гостям не нужно было давать доступ ко всему зданию, давать ключи, сигнализации и коды, у них отдельный вход, где находятся два гостиничных номера, где у них отдельный туалет, свой душ, своя небольшая кухонька и две спальни, где могут останавливаться наши спикеры, гости, учителя, проповедники и так далее. Дальше здесь рядом находится видеокомната для видеооператоров. У них будет свой склад, у них будет студия, у них будет и аудиостудия, и видеостудия. В наше время мы знаем, что медиаслужение очень нам необходимо. И там также в левом углу есть еще комната для переводчиков отдельно, которая также может иметь свою комнату, чтобы никого не отвлекать и не мешать. Дальше перемещаемся в детскую зону. Детская зона, я думаю, обрадывает всех наших учителей, всех наших матерей, детей. Это, я думаю, мечта, которая, надеюсь, сбудется. Чем она интересна? Что она ответила на все запросы детского служения. Когда мы проектировали это, мы встречались почти с каждым отделом церкви по два раза, выслушивая каждого. И вы представляете, что после этого было? Во-первых, две реакции. Во-первых, большая благодарность, что их услышали, спросили, какие ваши нужды, что бы вы хотели. Другая реакция, каждый хочет себе комнату побольше, повыше, получше и покрасивее. Но, тем не менее, мы старались максимально удовлетворить запросы всех наших отделов. И именно в детском отделе это получилось. Значит, начинаем с детской регистрации. Вот там находится Kids Check-in зона. Это зона, куда приходят, видите, центральный вход, заходите, трафика не будет. И здесь у нас Kids Check-in. Там детей регистрируют и в этой зоне и сдают. Дальше вы видите, что там идут двери, двойные двери, куда уже дальше людей пускать не будут. Мы специально сделали так, это был запрос нашего детского служения, чтобы посторонние люди не входили в детскую зону. Во-первых, это в мере, из-за мер безопасности. Церковь уже не маленькая, много чужих, новых, разных людей. Поэтому, видите, с двух сторон будут двери, которые не будут давать доступ посторонним людям, только по бэджам они смогут туда попадать. Этим мы обеспечиваем security. Дальше, когда мы входим в детскую зону, сразу с левой стороны будет учительская, и они будут отвечать на все вопросы родителей, если надо, и будут встречать детей. У них также там свой склад детский. И дальше мы идем по коридору, и по коридору у нас будут классы с обеих сторон. В начале хотел бы обратить ваше внимание на то, что размер класса примерно 500 square feet. Для вашего сравнения, сейчас наш размер класса в нашем здании примерно 320 square feet, чтобы вы имели представление, насколько зал класс будет больше и выше, то, что делает его очень уютным и хорошим. Дальше, первых четыре класса, которых вы видите, они имеют свои туалеты, то есть наши малыши, наши младшие самые детки будут иметь туалеты прямо внутри класса, не выходя из класса. Это позволяет также нам иметь на территории церкви daycare, если мы хотим, по кодам уже это здание учитывает все эти варианты. Это детский садик в будущем, если мы будем это делать. Также все почти классы, большинство расположены, если вы видите, вдоль наружной стены. Это продумано специально, чтобы во всех почти классах будут окна, то есть они будут светлые, просторные, смогут продуваться и быть свежими. Дальше, старшие дети, они будут иметь свои туалеты, и это позволяет им не выходить из детской зоны вообще, не бродить по коридорам и не использовать аргументы, что я вышел типа в туалет, но забыл, зачем вышел. Поэтому у них это будет все на территории детской зоны. Дальше, друзья, представляем вашему вниманию музыкальную часть или музыкальную школу этого здания. Мы также верим в то, что для нас важно, чтобы наши дети развивались в плане музыки. Это наше будущее, это развивает наших детей, и некоторые люди приходят в церковь только ради таких моментов, даже неверующие люди. Музыкальный вот этот блок, там есть несколько комнат, комната, где может заниматься оркестр, и комната, где могут преподаваться музыкальные классы, частные уроки, то есть в двух залах параллельно одновременно могут идти занятия с детьми, специально там уже есть звукоизоляция, они специально находятся в этом углу, чтобы отделить их от другого помещения, что если будут сильно громко трубить или бубнеть, то чтобы не сильно мешали остальным, они отделены коридором. Дальше, в следующей части вы видите офисы, которые подписаны офисы частной школы. У нас есть цель, и мы об этом пока молимся, чтобы на территории этого здания открыть частную христианскую школу. Для этого мы уже проектируем здесь территории, которые смогут принимать администрацию, а по количеству классов туалетов и всех кодов нам это здание позволит иметь частную христианскую школу, если Бог нам поможет осуществить этот проект. Здесь уже также даже есть лакеры, которые запроектированы для детей, которые должны быть в школе. Также, друзья, дальше мы переходим к SMBS блоку. Это миссионерская школа, которая есть на нашей территории. У них, видите, есть просторный класс, где может заниматься тоже необходимое количество студентов, до 100 человек, также окна красивые, также рядом с этими классами находятся административные офисы, несколько офисов прямо рядом возле класса, которые будут позволять администрации иметь хороший communication. С другой стороны SMBS класса библейской школы находится storage, склад, и также находится laundry или janitorial room, это комната для уборщиков, где будут также стиралки, сушилки и необходимые принадлежности для уборки помещения. Также, друзья, переходим с вами дальше в малый зал. Если мы вернемся на общий план, у нас есть большой зал и у нас есть малый зал, потому что большой зал мы понимаем, что он не всегда выгодно его использовать, потому что он слишком большой, в целях экономии и в целях уюта мы проектируем 250 с плюсом человек комфортно и это можно использовать для маленьких мероприятий, для служения, для молитв, для baby shower и для других мероприятий. В этом зале также можно иметь свадьбу примерно до 200 человек за круглыми столами. Рядом с этим залом там будет сцена, полное оборудование аппаратуры и так далее. Рядом с этим залом находится подростковый зал или Teens Chapel. Это еще один большой зал, который вмещает примерно 120 человек, где будут проходить подростковые наши служения. У нас по спискам сейчас уже более 100 подростков или там могут проходить также молодежные служения или другие разные служения. Эти залы специально разделены звукоизоляцией стеной, что продумано специально, чтобы в двух залах одновременно и параллельно могли проходить разные служения в одно время. Дальше, когда мы предварительно делились прогрессом этой стройки, когда мы почти нарисовали этот проект и внутреннее расположение, наши люди меня неожиданно спросили, как вы думаете, что? Они меня спросили, а там есть? А там есть? И их не интересует главный зал, их не интересует размер здания, их не интересует, какого качества будут сцены, их интересует одно, а там будет спортзал. Вы правильно догадались, друзья. И мы шли к этому варианту очень долго, это было не так легко расположить эту всю территорию, но сейчас хочу с радостью вам объявить, что у нас будет спортзал. И вы все возрадовались за детей, за внуков, и может быть сами, да, когда-нибудь попрыгаем вместе, физкультура аж полезна. Поэтому, друзья, дальше хотел вам сказать, что этот спортзал, он вмещает значит full-size volleyball court, то есть по всем стандартам волейбольное поле, потом junior size basketball court, это баскетбольное поле, junior именно size, и также может вместить много мероприятий, которые нам нужно проводить в этом зале. Динамика нашей церкви, друзья, так работает, насколько я это вижу, и вы это видите, что у нас очень много подростков, очень много молодежи. Мы делаем акцент на молодежь, мы знаем, что их нам главное привести к Богу, и мы также хотим умышленно, чтобы наши дети пропадали в церкви, пусть лучше будут в церкви, пусть лучше там будут допоздна, но мы знаем, где они будут. Поэтому, эта территория, я считаю, очень крайне важна, и этот спортзал также имеет свои раздевалки, там свои туалеты, несколько душевых кабинок, мужские, женские. Это также позволяет иметь свободно частную библейскую школу, то есть частную школу или детский садик. У нас есть такие программы, которые мы проводим летом, если вы знаете, VBS, летний лагерь, если на Флориде бывает жарко, то вот спортзал, можно проводить там время, если бывает дождь, вот спортзал, там можно проводить много мероприятий для детей, для молодежи, эта территория открывает нам много возможностей, плюс эта территория также дает нам возможность использовать этот зал и в других целях, как, например, мы его можем использовать так же, как и столовую, и в этом зале мы можем кормить, расставляя столы и студентов библейской школы каждый день, и студентов, если будет частной школы, и там все они поместятся, и так же можем кормить людей наших, после наших церковных мероприятий, и так же, если захотеть, в этом зале можно расставлять столы на 350 человек, круглых столов, делать свадьбу, если будет желание, а в большом зале можно сделать свадьбу и на 700 человек с круглыми столами, так что варианты есть. Еще хотел добавить, что музыкальные репетиции, которых часто у нас не хватает время, где проводить, мы сейчас можем их иметь в трех залах одновременно, которые будут оборудованы полной аппаратурой, и это позволяет нам многим развиваться и заниматься. Дальше кухня. Кухня стратегически расположена между малым залом и спортзалом, специально дает доступ две двери, два входа, которые дают возможность обслужить все столы в спортзале, если надо, и все столы в малом банкетном зале. Малый зал будет более красивый, уютный, там никто не будет оббивать стены, там можно тоже будет проводить банкеты или свадьбы маленькие, а если нужно большой сделать, можно и другой вариант, и кухня может обслуживать обе территории. Кухня уже здесь спроектирована с полным коммерческим оборудованием, там есть walk-in freezer, walk-in fridge, то есть холодильник, в который заходишь, морозильник, в который заходишь, и отдельная комнатка, которая называется cool zone, где могут без жары делать салаты и хранить цветы, если надо, а там, где жарко в кухне, там все эти детали, надеюсь, что у нас получится. Также здесь есть еще также большой storage, который склад, который находится тоже стратегически видите по центру, из трех больших залов туда есть доступ, все столы, все стулья, весь хлам, весь инвентарь, со спортзала, из других помещений, можно все завозить в этот storage, и склад, и складывать. Дальше, ну и на выходе последнее, что вам хочется показать, это мечта многих, это кафе, это место для общения, чтения Библии, и место для ожидания, и просто хорошего общения. Я надеюсь, после этого, не знаю, желать плохого не желаю, но думаю, старбак сильно пострадает после этого, когда у нас откроется кафе. Ну и дальше, друзья, это здание, смотря на его размеры, хочется сказать, что оно сможет вместить все наши служения, конференции, все проекты и программы миссионерской библейской школы, подростковой школы, музыкальной школы, частной школы, дейкер или спортивных мероприятий. Стоимость постройки такого здания примерно, хочу обратить ваше внимание на слово примерно, чтобы вы не хватались за слова, а просто улыбались, примерно 10 миллионов, и эту мечту возможно достигнуть только благодаря Божьей помощи и нашему общему участию. Мы не строим просто большое здание, чтобы впечатлить, помните, эту встречу, где мы собирались вместе, благоставляли эту землю, территорию, но это просто ответ на наши сегодняшние нужды и программы служений, которые мы уже имеем сегодня. Поэтому, мой призыв ко всем такой. Может быть, кто-то скажет, сегодня не время строить церкви. Хотел бы вам, друзья, сказать, что мы подходим к этому вообще нелегкомысленно. Лично я осознаю всю тяжесть ответственности. Я ее просто чувствую, даже ночью. Постоянно, молитвенно вынашиваю это и говорю, Господи, сохрани нас от ошибок. Сохрани нас от ошибок, от неправильных действий. Иди впереди, если надо, закрывай двери, а где надо, пожалуйста, открывай. И несмотря на неизвестность, во время которой мы живем, неизвестность экономическая, на разные потрясения и новости, тревожные, которые мы слышим, все равно, друзья, мы все вокруг осознаем и видим, что все равно наши люди и люди вообще покупают дома, продолжают покупать свои дома, продолжают покупать свои бизнеса, и это нормально, в этом нет греха. Но если люди сегодня, несмотря на неизвестность и все экономические риски, продолжают себе строить, то почему сегодня, и строят не только на сегодня, а еще думают о детях и о внуках, то почему нам сегодня не построить дом Божий? Помните, как написано есть, каждый бежит к дому своему, как мой иногда может быть в запустении. Я благодарен каждому из вас, друзья, кто до сегодняшнего дня, как долго вы бы не были в церкви, за то, что вы вкладывали и поддерживали эту церковь. Я хочу поблагодарить особо тех людей, которые были в самом начале церкви живой поток, когда большинства из вас, из нас здесь не было. Это люди, которые положили основания, которые были верны и которые тоже заслуживают чести. Сегодня нас много, намного, намного больше, чем мы думали, планировали и ожидали. Но люди, которые здесь жили давно, и когда здесь ничего не было, они рассказывали, что когда-то было слово от Бога, что здесь когда-то будет центр, что здесь будет и школа, и будет церковь, и люди будут съезжаться. Но тогда в это мало кто верил. Сегодня мы свидетели все этого. Поэтому, друзья, я хочу призвать всех нас, чтобы мы оставались едины. Если даже, друзья, всегда вопрос мучает, а что если? Если даже Христос придет завтра, если даже кризис придет завтра, если даже пасторов посадят, им мы не достроим. Лично я хочу быть уверен в том, что наш мотив перед Богом был чистый. Я хочу быть уверен в том, что я сделал все, что мог, что я сделал максимум для моего Бога. Я хочу сказать, Господи, мы не сидели просто сложа руки, Господи, мы старались. Здание это не цель. Важно не прилипляться к зданию, важно понимать, что это всего лишь инструмент. Благодаря которому мы можем послужить людям разного поколения, а самое главное, стать убежищем для неспасенных нашего города. Если это будет нашей целью и мыслью, что мы будем думать не только о наших детях, но о неспасенных людях, Бог будет всегда за это. Потому что это Божье сердцебиение, это Божья миссия. Пусть это всегда будет в центре нашего внимания. Поэтому, друзья, я хочу сказать спасибо каждому, даже ребенку, который приносил сюда один доллар, за то, что вы вкладывали и поддерживаете, и жертвуете на дело и на церковь. Спасибо всем, кто устраивает фандрейзинги, после служения, иногда на жаре, кто наши женщины, сестры, которые пекут эти пирожки на кухне, о которых вы не знаете и возможно не узнаете. У нас есть такие хорошие люди. Я призываю всю церковь стать рядом и делать это вместе. Если вы недавно переехали в наш город, а я знаю, что таких у нас сто человек, которые добавились за последний год, сто, это только по официальным анкетным данным, я хочу пригласить и вас, друзья, чтобы и вы подписались на ежемесячную поддержку именно строительного фонда. Я повторюсь и попрошу вашего терпения две недели, два воскресенья подряд мы будем повторять эту информацию, потому что к нам много людей добавилось и потому что есть те люди, которые полгода назад не решились на этот шаг, но сейчас мы уже ближе к этой цели. Мы просим наши семьи, членов церкви, гостей, всех, кто нас слушает, видит онлайн, чтобы вы подписались и сделали такой monthly pledge, это именно такое электронное обещание или обещание на бумаге, где вы пишете, какую сумму вы согласны от вашей семьи, от себя лично жертвовать на строительный фонд каждый месяц помимо ваших регулярных десятины пожертвований, потому что наши расходы, они не отменяются, эти ежедневные, но помимо, если вы можете 50 долларов, если вы можете 20 долларов, 100 долларов, сверх этого просто подписаться на два года, что я готов жертвовать, это поможет нам планировать, это поможет нам составлять бюджет, эти данные можно показывать банку, это нам поможет минимизировать наши заемы, как можно меньше влазить в долги, мы верим, мы просим Бога, что Бог нам помог, мы сами понимаем, что для самих это просто, это большое, это страшное, но мы верим в Бога, вот почему мы движемся, друзья, и я прошу вас, кто еще не сделал это, я вас призываю, если вы думаете, что я так напишу, я так дам, пожалуйста, для нас сильно поможет, чтобы вы написали, сейчас вы увидите на экране и на вайбер группе объявлений, если вы находитесь в вайбер группе объявлений нашей церкви, там уже есть ссылка, если вы уже записались, то вам ничего делать не надо, если вы захотите по каким-то причинам изменить вашу сумму, тогда, пожалуйста, лично придите в офис к бухгалтеру, чтобы не было никакого конфьюза и никакой путаницы, но если вы никогда не подписались по разным причинам раньше, или если вы новые люди, кто смотрит нас онлайн, пожалуйста, вы тоже можете это сделать, подписать monthly pledge на два года, если вдруг ваша ситуация изменится финансовая, поверьте, друзья, никто не будет вас прессовать, мы все понимаем, никто не застрахован, но если ваше сердце открыто, пусть это будет хоть небольшая сумма, но стабильно и постоянно, ваша вот эта запись в электронном виде, это просто знак, я с вами, я рядом, я тоже готов и своей семьей кирпичик свой тоже внести и положить, чтобы и для моих детей, и для чужих там было место, если вдруг вы не находитесь в группе объявления, вы можете подсоединиться, если вы уже там, вы можете сейчас там нажать на ссылку и заполнить сумму, там заполнить нужно будет вашу данную, информацию, и вы сможете подписаться, если вы можете, пожалуйста, передайте вашим знакомым, друзьям, где бы они ни жили, кто расположится, подписаться, 20 долларов в течение двух лет, я готов жертвовать на строительный фонд церкви «Живой поток», пожалуйста, передайте им эту информацию, переслите им эту ссылку, и кто смотрит нас онлайн в эфире, если церковь «Живой поток» была для вас благословением, если вы питались духовным хлебом, если вы получали благословение через наши служения, через наши трансляции, если ваши дети учились в наших школах, программах, родители, пожалуйста, мы также просим и вас, пожалуйста, станьте участниками, прямо сейчас там на YouTube у вас появится ссылка в комментариях, вы также можете нажать эту ссылку, поделитесь с вашими друзьями и родственниками, помогите нам распространить это, подключите других людей, хотя бы одному кому-то скажите, и вы можете также заполнить вашу информацию, вашу сумму и прислать это нам, и мы сможем это сделать с Божьей помощью и благодаря нашему общему участию. Субтитры создавал DimaTorzok